МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже террористы, который вчера был арестован по решению Советского райсуда. Справился молодой рязанский водитель в центре города и сбил старика-пешехода. В памяти павших на фасаде 47-й рязанской школы появилась табличка в памяти о выпускнике, павшем в Афганистане. Ну а теперь обо всем подробнее. Вчера в нашей программе прошла информация об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Европейского трастового банка. К сожалению, в сюжете была допущена досадная, даже принципиальная ошибка. Во вчерашнем сюжете об отзыве лицензии у Европейского трастового банка редакции программы была допущена техническая ошибка, которая привела к ошибке уже фактической. Дело в том, что в материале о банке Евротраст с офисом в Рязани по адресу улицы Синай, 14, были использованы кадры с планами офиса другого банка, Национального банка Траст, который находится по адресу Горького, 102, и не имеет никакого отношения к Евротрасту. Мы приносим свои извинения клиентам банка Траст, который на сегодняшний день успешно работает, обладает высокими кредитными рейтингами и входит в топ-30 крупнейших российских банков. Работники телекомпании, допустившие ошибку, будут наказаны. Стали известны некоторые подробности почти невероятной истории с чудесами, которые на всю Рязань устраивал в начале наступившего года 60-летний житель Дашкова-Песочня. Пенсионер устроил массированную психическую атаку на крупные гипермаркеты, но далеко от дома не уезжал, так что скрипели зубами руководители песочинских глобуса, ленты, нити. Искали лжетеррориста все силовики, в полиции были задействованы все силы, вплоть до сотрудников пресс-центра. Ежедневные записки с угрозами взрыва – это вам не шутки. И хотя гипермарктовские начальники не относились к ним серьезно, но неприятные процедуры, как то эвакуации людей, сотрудников поиски взрывчатки и простой в работе, присутствовали. Это неизбежно. И простые рязанцы, и правоохранители грешили, если честно, главным образом на юных сорванцов. Наконец хулигана вычислили и немало удивились. Вполне благопристойного вида пожилой человек, и вовсе не запойного облика, не судимый, не состоящий на медучете. Вот он сидит грустный, а полицейские у него дома изымают и протоколируют личные записи. Та же рука, что и писала взрывные послания, те же орфографические ошибки. Появились известия, что вроде бы таким образом подозреваемый пытался решить финансовый вопрос, расплатиться по долгам, кредитам и займам. Все это предстоит проверить. Равно как и установить степень вменяемости пенсионера-писателя. Вчера, напомним, Советский районный суд своим решением арестовал лжетеррориста на два месяца. По всей видимости, ему придется стать фигурантом сразу нескольких уголовных дел, связанных общим производством. Еще о громких делах. Сегодня мы получили комментарий следователя, который занимается делом о взятках в системе управления Федеральной налоговой службы нашей области. Напомним, недавно оперативниками МВД и ФСБ был задержан заместитель начальника регионального управления ФНС Алексей Новиков, который обвиняется в вымогательстве взятки за содействие в возмещении НДС предпринимателю. Начальник ведомства Любовь Черкасова свое место потеряла. Главой управления назначен бывший замруководитель ФНС Московской области Вячеслав Морозов. Сейчас раскрутка дела о взятках продолжается. Следствие сообщает о том, что, скорее всего, дело будет многолюдным. Планируется возбудить еще как минимум одно уголовное дело по фактам получения взяток сотрудниками управления Федеральной налоговой службы России по Рязанской области. Расследование ведется наступательно, интенсивно. И в настоящее время предъявлено обвинение ряду лиц по фактам получения взяток и посредничества во взятничестве. К другим темам. В эту субботу, 15 февраля, Россия будет отмечать 25-летие вывода советских войск из Афганистана. Это означало окончательное закрытие вопроса о нашем присутствии в этой стране. Насколько было оправдано вторжение в Афганистан вооруженных сил СССР? Предоставим споры об этом политикам и военным историкам. Войны получили приказ и выполнили его в соответствии с принятой присягой. Много было всего в той 10-летней войне, однако выполнившие свой толк солдаты и офицеры для нас всегда останутся фронтовиками современности, а павшие в боях героями. На многих рязанских зданиях, главным образом, школах можно увидеть памятные таблички с портретами выпускников, погибших в афганских песках и горах. Сегодня в преддверии четверть вековой годовщины окончания боевых действий появилась еще одна подробности у Глеба Галушкина. В Московском районе на фасаде 47-й школы появилась памятная мемориальная доска выпускнику Воронину Валерию Николаевичу, погибшему в Афганистане в 1982 году. Старший сержант Валерий Воронин награжден орденом Красной Звезды, похоронен на новогражданском кладбище в Рязани. Открытие памятной мемориальной доски совпало с 25-летием вывода советских войск из Афганистана. Перед учениками старших классов выступила родная сестра героя Татьяна. Мне кажется, ребята поймут, что всегда ведь почему-то хороших ребят хоронят. И для них это будет, по-моему, большая-большая наука в жизни, что надо любить свою родину, защищать ее, как мой папа защищал тоже, имеет три ордена Красной Звезды, прошел фронт, воевал. Для них будет хорошим этим уроком, дай бог, чтобы это никогда в жизни не повторилось, никогда. К сожалению, не все понимают значение установки таких вот памятных досок. Зачем все это надо? Мрачно как-то, воевать мы не собираемся, живем тихо, мирно. Есть такие мнения. Как-то не вяжется это с мероприятиями, которые в тех же школах проводятся в День защитника Отечества, 9 мая. Растим защитников Отечества, в армии служить почетно. Разве эти девизы противоречат мемориальным доскам на фасадах? Никоим образом. Совершенно дикий случай произошел в самом центре Рязани. Вчера вечером на перекрестке улиц Ленина и Николодворянской молодой крепкий водитель избил пенсионера. Бил он старика, даже не рукой, а битый. Как пояснил пострадавший, все произошло на пешеходном переходе. Пенсионер пробирался на другую сторону дороги, соблюдая правила. И, как и многие законопослушные пешеходы, надеялся на то, что водители его пропустят. Я иду, он мне по этому, почти по ногам едет. И он просто по капоту, он выходит сбитый. Вот, пожалуйста, сбитый. Мне светили куча. Возможно, старик и понервничал, но закончился такой переход для него плачевно. Ужаснувшись в такой картине, прохожие водители сурово вмешались и прекратили избиение. Окружающие граждане, которые увидели данную ситуацию, поспешили на помощь пенсионеру и задержали данного водителя. Задержанный сообщил полицейским, что биту применил в ответ на удар пенсионера. Но старик стукнул по капоту машиной, а сам-то водитель лупил уже по голове престарелого пешехода, да еще битый. О какой адекватной реакции тут можно говорить? Да и надо ли что-то пояснять? Жестокость в обществе, похоже, прочно воцарилась, а наши дороги стали территорией особой агрессии. Сейчас полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Продолжаем программу. Антиалкогольные рейды в Рязани, похоже, набирают обороты. Речь идет не только о незаконной торговле в ларьках, магазинах и самодельным зельем, что называется, из форточек. Пока еще в областном центре работают питейные заведения, которых по действующему законодательству и быть-то уже не должно. Однако живые еще курилки коптят, честной народ возмущают, а любителей выпить привечают. Так очередной совместный рейд работников администрации Рязани и правоохранителей был направлен острием на заведение, которое носит вообще уж невероятные названия. Олимпиец. Это на улице Советской Армии. Из этого самого Олимпийца на улицу такие атлеты, в кавычках, вываливаются, что местные жители стоном-стоном, а тут еще рядом школа, детсад. С подробностями Глеб Галушкин. Совместные рейды чиновников городской администрации и рязанских полицейских призваны более эффективно бороться с нелегальными питейными заведениями. Напомним, что еще в сентябре прошлого года в силу вступили изменения в закон о розничной продаже алкогольной продукции на территории Рязанской области, запрещающие продажу спиртного в заведениях, расположенных в жилых домах. На этой неделе совместной проверке подвергся спортклуб «Олимпиец» на улице Советской Армии. Несмотря на бодрое атлетическое название, посетители здесь явно не занимались укреплением своего здоровья. Нарушения обнаружили во время совместного рейда полицейские и работники муниципалитета. Главная просьба, которая поступала от жителей, это, конечно же, закрыть это заведение, потому что оно не устанавливает никаким требованиям. Раньше даже оно называлось кафе. Какое здесь кафе? Здесь площадь не позволяет. И вообще это жилой дом. А в жилых домах у нас в городе Рязани запрещена торговля спиртными напитками. Поэтому главная задача, конечно, закрыть это заведение. Неподалеку от этого так называемого спортклуба находятся детский сад и школа. Местные жители уже давно сообщали правоохранителям о безобразиях нетрезвых посетителей Олимпийца. Однако из-за пробелов в законодательстве закрыть это питейное заведение стало возможным лишь сейчас. То, что рязанские владельцы различных алкогольных мини-баров и мини-кафешек привыкли нарушать закон, давно уже никого не удивляет. Да и алкоголь, который здесь продается, не всегда легальный. Полицейские ежедневно проводят рейды по городским рюмочным. И в таких заведениях, по словам правоохранителей, спиртные напитки продаются без разрешительных лицензий. Например, только в ходе минувшего рейда из рюмочной на Московском шоссе стражи порядка изъяли два ящика водки и 13 литров пива. А вот, так сказать, нетронутая пока рукой закона, но на местном уровне знаменитое нелегальное питейное заведение, по которому уже давно плачет энергичный совместный рейд. Оно пока успешно функционирует в жилом доме номер 5 по улице Второй Бутырки. Жильцы совсем не рады такому соседству. Дверь этой лесной избушки выходит прямо на детскую площадку. А единственный положительный момент, если он вообще имеет место, это то, что посетители распивочной за рюмкой крепко смотрят по телевизору старты зимней сочинской олимпиады. В общем, такой спорт нам не нужен. Ну и к темам вполне позитивным. Вчера в Рязани открылся первый гипермаркет розничной сети Оби, в котором представлены товары для строительства, ремонта и садоводства. Примечательно, что свои магазины Оби открывает в городах-миллионниках, так что у Рязани оказалась хорошая компания среди крупнейших областных и краевых центров. На открытии гипермаркета была Оксана Тебенихина. 11 февраля в Рязани состоялось открытие гипермаркета Оби. 10 лет в России и уже 21 магазин. Оби – это европейская компания формата «Сделай сам». Более 50 тысяч наименований товара для обустройства дома, дачи и сада на более чем 11 тысячах квадратных метров. Рязанский рынок, как и весь российский, очень важен для нас. В первую очередь, ваш регион расположен в непосредственной близости от столицы. И мы уверены в том, что предложение, сделанное нами, заинтересует жителей Рязани. Здесь многие ведут строительство, обустраивают дома, у многих есть дачи. Хочется верить, что Оби будет востребованным магазином. Мы – международная компания. У нас очень много различных поставщиков во всем мире. Мы представлены в 13 странах, и в каждой ассортимент товара адаптирован к потребностям покупателей. Вот и жители Рязани могут увидеть на прилавках магазина тот товар, который будет интересен именно им. Мы надеемся, что предложение, сделанное нами, заинтересует ваш регион. Открытие магазина Оби в Рязани позволило создать в регионе 160 дополнительных рабочих мест. Заместитель губернатора Рязанской области Шаукат Ахметов пожелал, чтобы и в товарной линейке со временем оказалось как можно больше продукции рязанских товаропроизводителей. А вообще, сервис Оби очень обширный. Здесь предоставляются бесплатные услуги по колировке краски нужного вам оттенка, распилам материала до необходимого размера и, само собой, доставке товара до дома. Здесь сконцентрирован лучший опыт с точки зрения организации торгового пространства, презентации по функциям в рамках то, что называется «магазин в магазине» всех направлений категорийных, которые представлены в нашем гипермаркете. Мы также протестировали и очень удачно реализовали новую концепцию коммуникации в магазине, то есть сообщений покупателям о том, где находятся те или иные отделы, о том, как совершать покупки. Также «Рязанский Оби» стал первым в стране магазином розничной сети, в котором реализована новая концепция оформления внутреннего пространства. И, кстати, «Обе» стал первым в стране магазином, открытым в городе с населением менее миллиона человек. На сегодня все, однако мы с вами надолго не расстаемся. Сегодня в программе подробности нашим гостем станет руководитель областного отделения ветеранской организации «Боевое братство» Александр Костров. Мы записали с ним интервью в преддверии 25-летней годовщины вывода советских войск из Афганистана. Напомню, ее мы будем отмечать в эту субботу, 15 февраля. А программа «Время говорить» подошла к концу. Всем нашим зрителям, вообще всем рязанцам хорошего вечера. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин